Вести Карачаева, Черкесия Приказом руководителя Росреестра Олега Скуфинского, руководителем управления Росреестра, Росреестра по Карачаевой Черкесской Республике назначена Аминат Батчаева. Главе Карачаевой Черкесии Рашиду Тюмрезову ее приехал представить руководитель управления Росреестра по Северокавказскому федеральному округу Вячеслав Песков. Обсудили с коллегами актуальные задачи, стоящие перед территориальным ведомством, формат взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления Карачаевой Черкесии. Наша главная совместная задача – оперативное решение вопросов государственной регистрации права собственности и кадастро-картографии по запросам граждан и юридических лиц, отметил Рашид Тюмрезов. Он также добавил, что важный элемент работы ведомства – цифровизация и использование современных информационных технологий при отработке запросов. В республике налажено тесное взаимодействие между ведомством и МФЦ, куда могут обратиться граждане и получить необходимые документы. Участники встречи договорились, что в ближайшее время будет усовершенствована работа специалистов на телефонах обратной связи Управления Росреестра по Карачаевой Черкесии для консультации 25 05 55. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тюмрезов провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов Натальей Сологуб, которая с рабочим визитом посетила Карачаево-Черкесию. Она лично оценила качество выполненных работ на двух завершенных объектах коопстроительства – берегоукрепительных сооружений вдоль реки Уруп в станице Преградной и реконструкцию дамбы реки Тиберда в городе Карачаевске. Эти объекты были построены и введены в эксплуатацию досрочно. Наталья Сологуб дала высокую оценку данных объектов и регионов в целом. Рашид Тюмрезов, в свою очередь, подчеркнул, что благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов в Карачаево-Черкесии за последние годы проделан большой объем работ по берегоукреплению, расчистке русел рек и водоотведению. 20 июля с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут в республиканской столице пройдет комплексная проверка системы оповещения с запуском электросирен, мощных акустических систем и громкоговорителей. В Черкесске прошло торжественное собрание, посвященное 95-й годовщине со дня образования Государственного пожарного надзора. В нем приняли участие члены правительства региона, руководители правоохранительных органов, общественных организаций, делегации из городских округов и муниципальных районов республики, ветераны и личный состав Чрезвычайного ведомства. По традиции, в праздничный день наградили самых достойных сотрудников и ветеранов службы. Комментирует информацию начальник Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике Александр Голоколенко. Отмечается юбилей 95-летия образования органов Государственного пожарного надзора МЧС России. Хотелось бы в этот прекрасный день поздравить всех действующих сотрудников с праздником, пожелать им крепкого здоровья, успеха в службе, на благо Карачаево-Черкесской республики, граждан Российской Федерации. Также хочу отметить большой вклад в развитие Государственного пожарного надзора нашим ветеранам. Искренние слова сказать им благодарность и пожелать также крепкого здоровья. За прошлый год в Карачаево-Черкесии заключили 1902 социальных контракта, 223 из них заключили жители Черкеска. Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с отдельными людьми или семьями, доход которых по независимым от них причинам не достигает регионального прожиточного минимума. Эта мера поддержки второй год помогает людям выйти из трудной жизненной ситуации или увеличить доходы. По всем вопросам заключения социальных контрактов можно обратиться по номеру телефона 26 14 17. Еще раз напомню, телефон 26 14 17. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии продлило конкурс на грантовую поддержку проектов малого и среднего бизнеса, направленных на развитие внутреннего туризма в нашей республике. Сумма гранта – от 3 до 10 миллионов рублей в зависимости от типа проекта. Срок подачи заявки продлен до 25 июля. Об этом сообщил министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Первое – это поддержка общественных и предпринимательских инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения. Это строительство некапитальных средств размещения, кемпинги, автокемпинги, обустройство жилых зон, создание и обустройство санитарных зон и так далее. Это первое направление. Второе направление – это поддержка общественных инициатив на развитие туристической инфраструктуры, которые включают в себя создание и обустройство пляжей на берегах, рек, озер, любых водоемов. Третья мера поддержки – это государственная поддержка инфраструктуры туризма. Данная категория в себя включает приобретение туристского оборудования любой направленности. Это создание и круглогодичное функционирование плавательных бассейнов. Это создание новых туристических маршрутов, их обустройство. Соответственно, все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. В рамках реализации федерального проекта «Жилье» в Черкесске ведется строительство надземного автомобильного переезда через железнодорожное полотно, который соединит новый микрорайон в северной части города с обездной дорогой Лермонтов-Черкесск-Невиномыск-Домбай. Работы выполнены на 70%. Четырехполосная дорога значительно разгрузит автомобильный поток, а для пешеходов будут предусмотрены специальные проходы шириной не менее 2,5 метров. В настоящее время ведутся работы по изготовлению металлоконструкции для выполнения дальнейших строительно-монтажных работ. Завершение строительства объекта планируется в текущем году. В рамках конкурса «Лучший учитель» четыре педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее трех лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премии на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет четыре победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю. То есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения, как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Учитель истории и общества знания гимназии номер 19 города Черкеска Лариса Матунова представляет Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2022». Педагог стала победителем регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года» в этом году, организованного Министерством образования и науки Карачаевой-Черкесии. Познакомиться с медиавизиткой и отдать свой голос за участницу из Карачаевой-Черкесии можно по ссылке tichoofrussia.ru. Здравствуйте, меня зовут Матунова Лариса Сергеевна. Я учитель истории и общества знания гимназии номер 19 города Черкеска. В этом году выпала честь представлять Республику Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года». Работаю учителем три года. До этого занималась искусством, работала в образовательном центре менеджера и решила для себя стать учителем. Сравнивая и размышляя, я начала понимать, что именно работа с детьми, педагогика — то, чему хотелось бы посвятить свою деятельность. Для меня по-настоящему важно, чтобы каждый ученик нашел в моих предметах для себя что-то интересное, чтобы у каждого из них загорелась искра, то, что поможет им дальше найти себя. Мы уже часть истории. Как в строках песни «Сансара» мы будем продолжаться в наших детях и учениках. Мэрия Черкеска объявила в республиканской столице конкурс на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий. Он приурочен к столетию Карачаевой Черкесии. Принять участие в нем могут любые предприятия города, работающие в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Правила просты. Необходимо зарегистрироваться на сайте «Активный горожанин», загрузить в раздел «Конкурс» фотографии объекта до и после оформления здания или прилегающей территории, а также заполнить небольшую анкету. Продлится конкурс до 20 августа включительно. Комментирует информацию начальник отдела по связям со СМИ мэрии Черкеска Армида Найманова. Все открыто, честно. Мы специально сделали так, чтобы проект «Победитель» выбирали именно жители и гости нашего города, чтобы все видели, как меняются эти здания и территории. Тот проект, который наберет большее количество лайков, он и станет победителем или призером конкурса. Призовых мест три. Первое место – это 100 тысяч, второе место – 70 тысяч и третье место – это 50 тысяч рублей. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаевой Черкесии Рашидом Тимрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск. О том, какие работы будут проведены на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК «Проект» Ислам Крамшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами и благоустройством прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и вип-ложа. Совсем скоро постояльцы дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов в Черкесске перейдут в новое здание. Оно построено по соседству со старым, но является абсолютно современным и качественно оборудованным корпусом. Об этом рассказала первозаместитель министра труда и социального развития республики Мадина Шаева. Сейчас необходимое оборудование закуплено, необходимая мебель закуплена. Сейчас вот все устанавливается. Когда созданы будут все условия для обеспечения жизнедеятельности, для предоставления качественных услуг жильцам, мы переселим всех наших получателей социальных услуг, то есть граждан пожилого возраста и инвалидов. Праздничные мероприятия По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии ожидается. Переменная облачность Местами кратковременный дождь В отдельных районах сильный дождь Ветер северный 6-11 метров в секунду Температура воздуха плюс 19, плюс 24 В горах местами до плюс 17 В Черкесске переменная облачность Кратковременный дождь Ветер северный 6-11 метров в секунду А столбик термометра поднимется до 24 градусов Это все новости к этому часу С ними вас знакомил Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго Вы слушали радио России Карачаево-Черкесия До новых встреч